Время подводить итоги Одесский Черноморец может сменить прописку Судьи Одессы требуют В апелляционном суде Одесской области состоялось важное заседание В котором приняли участие судьи всех инстанций Повод для столь масштабной встречи далеко не самый радужный Уличная люстрация в отношении работников судов достигла своего предела Государство не может и не должно поощрять подобный произвол Эти и другие проблемные вопросы нашли свое отражение в заявлении судей Одессы Подробности далее в сюжете Инцидент судьей Суворовского районного суда Сергеем Боднером Которого засунули в бак и искупали в муке некие активисты в балаклавах и камуфляже Стал последней каплей определившей решение судей всех инстанций Одесского региона Необходимо обратиться с требованием к центральным органам власти Обратить их внимание на тревожные деструктивные тенденции Направленные на дестабилизацию работы судебных органов Мусорная люстрация, покрышки под дверью, применение силы к работникам судов Всему этому должна быть дана правовая оценка Если сегодня допустить насилие и давление на суд То процесс выхода государства из кризиса может затянуться Председатель Киевского районного суда Сергей Чуванкин напомнил Как предлагал коллегам отреагировать еще раньше на подобные явления Никто не удосужился собрать после того, как в Киевском суде было нападение Собрать вот здесь и начать разбирать и что-то действовать Сделали, знаете, что произошло так Так это с чертами это все происходит Это с Кишмаренко это происходит Нас это не коснется Вы помните, я в прошлый раз говорил, я видел в зале Здесь некоторые были ухмылки, улыбки Молодой, горячий, энергичный, сгущает краска А я вам сказал, 2014 год покажется легкой прогулкой И сегодня там оказывается Потому что некоторые люди, которые называются псевдодемократами Прикрываются идеалами Майдана Те люди, которые действительно вышли за свободу, за справедливость Прикрываются и делают вот эти анекдиявища Впрочем, говорят судьи, изменения должны произойти по обе стороны зала суда Открытость, прозрачность, профессионализм Должны стать неизменными атрибутами работника судебной системы Я вообще хочу сказать два слова Мы, судья, должны тоже не давать этих поводов Потому что это та работа, где тысячу справ будет правильно решена А одна, она испортит все наши показники Для этого мы, главы судей А также каждый судья должен работать належным чином Да, я знаю, я обращаюсь сейчас к председателям Я знаю, что нет денег Я знаю, что такие псевдодемократы, я знаю, что они наглеют Что они действуют часто не коровыми методами Я это знаю Уважаемые коллеги Я обращаюсь еще раз к председателям за призрак Услышьте меня Без сильной пресс-службы Без коммуникации с гражданами, с обществом, с журналистами Ничего мы не добьемся Судьи единогласно утвердили заявление к центральным органам власти И ждут незамедлительной реакции От общих проблем к частным Кандидат депутата Одесского городского совета Лилия Рогачко Провела очередную встречу с избирателями в 59-м мажоритарном округе Количество одесситов на таких встречах постоянно растет С какими вопросами наши земляки идут к своему кандидату Далее в сюжете Киевский район, 59-й округ на довыборах в горсовет В приемной кандидатов депутаты Лилии Рогачко Тесно, но уютно Тут сладости и чай, а главное живое общение Инвалиды Киевского района нашли здесь не только сочувствие, но уважение Неспешная беседа от общего переходит к частному Сухие ветки проходят И хотя бы, хотя бы это самое Подошел кто-то, я вынесла табуретку, вылезла с палкой, спилила Делали буквально 3-4 года тому назад на первом этаже И второй этаж делают Дальше они, никто ничего не хочет делать Они сделали вход в воду Ну то, что мы с вами снутри Они не были сделаны То, что касается пляжев инвалидов Поверьте, начнется весна И неважно, на каком округе он находится Он находится у нас в Киевском районе Он находится в нашем городе И поверьте, я приложу максимальное усилие Для того, чтобы вы в этом году Ну как бы Было вам еще комфортнее на этом пляже И качество отдыха на этом пляже Ну не то, что не изменилось Наоборот, чтобы оно стало еще выше Свою программу Лилия Рогачко строила на основе таких встреч Многие из них проходили в ее бытность Председателем Киевской райадминистрации Мы с ней уже работали И общество вот здесь, вот видите, это же все Мы работали вместе Поэтому ее работоспособность нам известна Ее силы и вот ее желание И понимание, понимание нас И желание помочь Вот полицейские это поставить Там заборчик это поставить То, что по мелочам работа Большие работы им не под силу До такой короткой это время Как впечатление у вас от кандидата? Прекрасные Ей можно доверить достойно Того, чтобы ее избрать Это самое, депутатом нашим Депутат это не волшебник Есть вещи, которые депутат должен, обязан делать А есть вещи, которые он не в состоянии сделать Вот сегодня девочка приходила Я собираюсь ей позвонить Она молоденькая девочка Она была на встрече И вы не поверите У нее мужа забрали в это Она рыдает, у нее двое детей Ответственность депутата, как мажоритарщика Она, знаете, двойная Потому что он непосредственно выбран Вот конкретно этими людьми Проживающими на этом округе И он перед ними несет Двойную ответственность Персональную, ну вот перед каждым жителем буквально Выборы в 59-м округе пройдут 8 марта Найти и обезвредить Специалисты взрывотехнической лаборатории ГСЧС Провели учения, направленные на быстрое реагирование В условиях обнаружения подозрительных предметов На фоне волны терактов в Украине Спасатели решили отработать полную схему действий В экстремальных условиях В земле был обнаружен снаряд Его извлекли и обезвредили Продолжение следует... А неподалеку расположилась сумка В которой, возможно, находится взрывчатое устройство По всем правилам безопасности Саперы обезвредили бомбу И доставили ее на экспертизу На трассе Одесса-Киев Работают автомобильные воры В основном они действуют по ночам На их счету уже 18 ограблений За неполных 2 месяца В первую очередь страдают те автолюбители Которые оставляют свои вещи на переднем сидении Чаще всего грабители орудуют на заправках и рынках Существует несколько схем, которые они используют Самая простая Разбивают стекло Забирают примеченное добро И убегают или уезжают на своем авто Или же отрабатывают целый алгоритм Совершения преступления Всеми возможными способами Отвлекают водителя А затем крадут его вещи К вам может подойти человек Обратиться к вам с каким-то вопросом Просьбой В этот момент, пока вы с ним разговариваете Вам могут прорезать колесо И после этого другой, второй или третий человек Осуществляет кражу с транспортного средства Вы, само собой, пытаетесь их догнать А догнать вы не в состоянии Потому что у вас просто разрезаны колеса Одесситов будут учить экономить тепло В конце марта в Одессе откроются два энергетических агентства Там жители города и области смогут получить консультацию Как максимально эффективно утеплить свои квартиры Услуги агентств для частных лиц будут бесплатны Если проект оправдает себя, чиновники надеются сэкономить до 50% энергии Расходы по созданию центров и обучению персонала на себя взяли немецкие спонсоры Самым главным направлением будет информирование граждан Потому что недостаточно знать ноу-хау и современные технологии Важно знать, как их применять Мы сосредоточимся на предоставлении консалдовых услуг Людям очень важно понимать, если утеплять квартиру, то как Если вставлять новые окна, то какие Единственная котельная в Одессе, которая сегодня соответствует всем нормам Это школьная В 2007 году модернизировать ее помогли западные партнеры В идеале такие котельные должны быть в каждом районе города Но средств на это, по словам чиновников, не хватает Тем временем они надеются, что создание энергетических агентств поможет привлечь инвесторов Необходимость и нужность агентств различных ассоциаций Которые лоббируют интересы энергосбережения Способствует внедрению энергосберегающих технологий На предприятиях как в частном секторе, так и в коммунальной собственности В городской собственности, в большой энергетике Это для государства на сегодняшний день один из приоритетных направлений И безусловно это все необходимо Программа хоть она и есть, но все эти мероприятия достаточно дорогостоящие Поэтому определенные мероприятия были, конечно же, сделаны И мы сейчас находимся в микрорайоне школьный Где-то мы сейчас, надеюсь, сможем показать Фактически все технологии, то, что я перечислил Которые, они все применены здесь, в данном микрорайоне Как в Одессе будет развиваться морской туризм? С учетом статуса нашего города вопрос далеко не праздный Ответ на него искали на конференции с участием чиновников, бизнесменов, экспертов в области туризма К чему пришли, обсуждая морское будущее Одессы, далее в сюжете Ветер перемен подул в сторону черноморского яхтинга Одесский яхт-клуб стал единственным государственным яхт-клубом в Украине Об этом торжественно сообщили на конференции в кают-компании яхтинного комплекса Одесского морского порта Элитному виду спорта решили вернуть общедоступность Изменения сулят новые возможности всем, кому не безразличен парусный спорт Целью сегодняшнего мероприятия было собрать людей В первую очередь поставить их в известность о том, что поменялась форма собственности Рассказать о наших тарифах, о наших новых возможностях И желании упрощать процедуры, идти навстречу к яхтсменам Популяризировать яхтинг в Черноморском регионе взялись настоящие профессионалы этой отрасли Формирование инициативной группы – важный шаг для разрушения барьеров и возрождения былой славы Проблем на пути к этому много От урегулирования законодательной базы до разработки маркетинговой концепции Все это должно способствовать привлечению значительных туристических потоков Отрасль туризма – это та отрасль, которая может вывести страну из кризиса и в политическом плане, и в экономическом плане Одесса сегодня может использовать этот кризисный период для восстановления былой туристической славы И мы сегодня, по сути, остаемся единственным значимым курортом в Украине – морским Много говорилось об утерянной нити поколений, о том, что нужно возрождать морские традиции Опытные яхтсмены пытаются найти оптимальный способ передачи знаний начинающим спортсменам Во всяких морских наставлениях есть такая фраза, что надо в таких ситуациях поступать так-то и так-то И дальше добавляется – согласно хорошей морской практике То, что приобретается с годами опытом и приходит далеко не ко всем Возрождение яхтинга должно начинаться со спортивных мероприятий, считают признанные мастера Уникальность и разнообразие береговой линии, а также комфортный микроклимат региона Остаются привлекательными для иностранных яхтсменов Мы уже 15 лет проводим на базе Одесского порта регату Кубок портов Черного моря Всегда в этом мероприятии участвует Одесский порт И я надеюсь, что с Божьей помощью и помощью Одесского порта Парусный спорт в Одессе, в Одесском регионе будет продолжать развиваться Организаторы конференции «Ветер перемен» уже готовят следующие мероприятия Которые станут сюрпризом даже для настоящих морских волков в Одессе Будет в этом году фестиваль, которым также наша группа занимается Это большой морской фестиваль Одесский И ту регату, о которой мечтают наши яхтсмены и думают, что это невозможно Мы таки сделаем и добьемся, чтобы она была Удастся ли вернуть золотое время для одесского судоходства, покажет время Но уже сейчас ясно, что это может стать возможным Только благодаря совместным усилиям всех, кто по-настоящему болеет за самое Черное море Главное управление МВД Украины в Одесской области направило футбольный клуб «Черноморец» Письмо с настоятельной рекомендацией переносить матчи весенней части чемпионата И Кубка Украины по футболу из Одессы в другие регионы Милиции объясняют свою просьбу нестабильной ситуации угрозой теракта В футбольном клубе изучают данный документ и уже готовят письма Федерацию футбола Украины и Премьер-лигу Судя по всему, 4 марта кубковый матч с Днепропетровским Днепром в Одессе не состоится Таким образом, клубу, который и так испытывает серьезные финансовые трудности Придется тратить дополнительные средства на проезд, проживание, питание футболистов и тренерского штаба А также на аренду чужих стадионов Вы смотрели информационную программу «События и итоги» Оставайтесь с Академией, а наши корреспонденты будут и дальше информировать вас о самых актуальных новостях В студии был Виктор Березовский. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok